В Киеве случился небольшой бой, как пишут в Англии, в Киеве, было погиб один Костар-Мерец, в Киеве, в Киеве, в Киеве, и 19 человек было ранено, немцев погибло 15 человек, и все. Дальше пошли на Гостеллова, там бой состоялся. После Красного Новославданца здесь расположились госпиталя, поскольку город был ранен без двоя практически целым. Разрушены были только пересканами, здесь расположились сразу три госпиталя. И практически все, кто здесь принесли на плитах, здесь 389 человек, это люди, которые умерли в госпитале, если нет, случилась какая-то праздничная. За Славском было два кладбища, откатывали госпиталя, практически одно и второе. Первое кладбище, которые захоронили здесь, в 2008 году сюда и поставили вот такую штуку. Второе кладбище, которые захоронили 176 человек, в 2006 году мы на ядрские праздники привезли, и госпиталя, что это не зря. Было очень красивые военские кладбище, по праздникам и так далее. Но вот такая тогда была установка партийная. Некоторых людей, кстати, три раза перезахоронили. Сначала перезахоронили где-то с сельской местности, на полкалкуще, потом в полкалкуще сюда перезахоронили. Люди по-разному здесь лежат. Вот не слетчик там, по-разному. Невероятная трагедия. Человек служил медицинской авиацией. То есть самолет привозил сюда раненых. Что ж тут случилось, не знаю, что материал не может привезли. И в документах людей ничего не написано, что произошло с этим человеком. То есть на день победы застрелились. То ли обделись, то ли у него вся семья погибла. То ли все, что произошло. Второй человек, последний. Вся семья приезжала к нам из Молгалии еще. В полу до 8-й марта, в 40-й марта. Собирается. Спасибо. Уважаемый, встаньте, пожалуйста, на трус, фотографируйся. Спасибо. 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 Спасибо.